Книга «Открытым оком», 14-й том. Тема «Монашество». Вопрос 2841. Монастыри служили образцом милосердия, и старые учили молодых кроткому обращению со всеми людьми и с теми, кто нам подчиняется. Разве не так? Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Где-то и так. Но вот в житиях святых и в отечнике Игнатия Брянчанинова находим и иные истории, совсем даже не единичные, и притом неосуждаемые, а поощряемые для абсолютного подчинения любому старшему самодуру и деспоту. Страница 403. Повесть 15. Кавычки открыты. Некоторый старец жил в монастыре. Старец этот был очень вспыльчив и малодушен. К нему в послушание поступил молодой инок. Старец поступал с ним как с псом, ежедневно издеваясь над ним. Когда же он проводил день спокойно, не будучи ни обруган, ни оплеван, ни бит, ни изгнан, то приходил к духовному старцу вечером, плача и говоря, «Увы, Авва, нынешний день был несчастлив». Не потому ли монашество и выродилось в ничто и оставило по себе память черноты и дикого сумоуправства? Сам Господь поразил это неевангельское учреждение молчальничества и садизма. Бог вырубил все в египетских пустынях, рассадники монашества. Книга из Езекииля, 5 глава, 15 стих. «И будешь посмеянием и поруганием, примером и ужасом у народов, которые вокруг тебя, когда я произведу над тобой суд во гневе и ярости, и в яростных казнях. Я, Господь, изрек сие». На слова о милосердии не обращали внимания, а силились на лжепослушании устроить свою Вавилонскую башню, черных билетов скуфеек. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 15 стих. «Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам». Первое послание Петра, 1 глава, 15 стих. «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Первое послание Петра, 5 глава, 3 стих. «И не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду». Страница 462. «Два брата в кельи, родные по плоти. Один нечаянно уронил светильник, а другой в ярости избивает его». Изобретатели и в древности седой придумывали разное, хотелось не дремать. Булыжник, чтобы падал в какой-то чан с водой, додумывался кто-то перевернуть кровать. В том более всего монахи изощрялись. Свеча пережигала какую-нибудь нить, и с вечера слуге показывали пряник. «А рядом кнут, умел, чтобы вовремя будить. Сон сладостно вкусить и поутру прогнать. На это трудится столетие индустрия. В далеком детстве нас будила мать, те руки нежные, как у голубки крылья. Кто мир разбудит, он в глубоком сне, в беспечности медвежьей, в зимней спячке. Иной всю жизнь проспал, на голове уж снег. Совсем не пробудившись, уже затарен в ящик. «Встань, спящий, встань, обугленный мертвец! Пора пришла услышать голос Иисуса. Отвергни сон, себя, и возлюби свой крест. Кто свыше не родится, те явно не спасутся. Восстанет кладбище по крику петуха. Архангел затрубит, и сотрясутся горы. Кто с Богом примирился, тот умер для греха. Он ада избежит, его минует горе. От сна нездешнего, что назывался смертью, воскреснет наше плоть, с душой соединиться. Кто в церкви, как в ковчеге, и в таинство поверил, он перед всей вселенной окажется вдруг чистым. Будильник столько мыслей уснувших пробудил, за совесть зацепил трезвон благословенно. Не встанет лишь мертвец или сплошной дебил, кто строит не из золота, а из гнилого сена. Кто изобрел будильник, воздай ему, Господь, мне друга подселил, недремлющего стража. Он в пять без двадцати мою поднимет плоть, напомнил мне про суд. И вам пусть тоже скажет. 3 ноября 2005 год. Игнатий Лапкин.